Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Мы привыкли к тому, что воспитанием занимаются родители, воспитатели в детских садах и учителя. А вот о том, какая воспитательная работа проводится со студентами и какое место в ней занимает спорт, культура и привлечение к труду, мы и поговорим сегодня. В нашей студии проректор Самарского государственного технического университета Евгений Франк и студентка этого университета Елена Буйко. Ваши вопросы, как всегда, задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Елена Евгений Владимирович. Здравствуйте! Ну, сначала я хотела бы уточнить информацию, которая недавно прошла, будет ли все-таки технический госуниверситет объединяться с другими двумя вузами? Насколько я знаю, у рабочей группы было принято решение, что предварительно объединенный вуз будет строиться на базе государственного университета и аэрокосмического университета. То есть вы пока туда не входите, по предварительным данным. Елена, скажите, пожалуйста, почему вы выбрали для себя такую техническую специальность? Вы вообще в семье первый технарь или идете по чьим-то стопам? Да, я в семье буду первым технарем, определенно. Ну и, конечно же, выбрала я, потому что политех в нашем городе – это один из старейших и лучших, наверное, вузов. Ну и плюс ко всему, технические профессии сейчас очень востребованы. Кем вы будете работать после окончания? Я буду инженером-проектировщиком нефтяных трубопроводов. Да, это вот как-то вот это женская профессия или нет? Или сегодня инженер это совсем подразумевает что-то другое? Вы знаете, сегодня абсолютно стирается грань между женскими и женскими специальностями. У нас есть факультеты пищевых производств, где мы готовим пищевиков-технологов. И казалось бы, что пищевые технологии – это преимущественно женские специальности, а нет, половина студентов – это студенты, это ребята. В то же время нефтяной факультет – казалось бы, такая брутальная профессия, при этом такие вот привлекательные, вроде бы хрупкие девушки в 21 веке будут обеспечивать нефтяное доминирование России в глобальном мире. Да, с чем мы вас и поздравляем. Ну скажите, пожалуйста, что все-таки кроме учебы, внеучебной деятельности университета, в чем она сегодня, на нынешний момент заключается? По каким направлениям вы работаете? Что развиваете? Мы рассматриваем внеучебную работу как неотъемлемую часть подготовки молодых инженеров, будущих инженеров. Дело в том, что сегодня инженер – это не тот человек, который обладает компетенцией в области проектирования, в области наладки, в области работы с современным оборудованием. Это человек с активной жизненной позицией, это человек, который умеет работать в коллективе, это стрессоустойчивость и ответственность, лидерские качества. Эти качества воспитываются преимущественно в общественной деятельности, будь то спорт, культура, общественная организация, военно-патриотическое воспитание. Поэтому активную неучебную работу с нашими студентами, повторяю, это неотъемлемая часть подготовки активного, хорошего, качественного инженера в то, в принципе, чем и славился всегда политех. А вообще, как вы считаете, вот этот престиж учебного заведения зависит от организации внеучебного процесса или нет? Или все-таки акцент делается на учебную деятельность? Престиж, репутация вуза – это довольно-таки наградная характеристика. Вот при выборе университета будет студент об этом думать или нет? Конечно, конечно, потому что, по большому счету, вот говоря студенческим языком, та движуха, которая есть в университете, чтобы студент, потому что наша цель какая, чтобы студент в 8 часов приходил на лекции и в 8-9 часов вечера уходил. То есть обеспечить максимальность поводов оставаться в университете. То есть это либо научная деятельность, либо спорт, либо культура. Тем самым мы создаем такую единую корпоративную семью политехников и, повторяю, готовим человека многогранного с активной жизненной позицией. Елена, а вы уже проявили себя во внеучебной деятельности, в общественной жизни университета? Разумеется, и общественная жизнь, и научная деятельность, и культурно-массовая деятельность. Во всем этом я участвую. А чем вы занимаетесь? В настоящее время я председатель профбюро нефтетехнологического факультета. Это один из крупнейших факультетов в нашем университете, который занимается как раз профбюро внеучебной деятельности студентов. То есть это и организация всевозможных субботников, дней донора и других внеучебных мероприятий, к которым приобщаются студенты. И могу сказать, что приобщаются с радостью. Они ходят туда и получают от этого удовольствие. Также я занимаюсь научной деятельностью. Также, да, вот после общественной, сказал, также научной. Сегодня профсоюзные истинические организации, они, в отличие от советских времен, выполняют не только социальную функцию, а берут на себя в том числе и часть функции, которую занимал все время комсомол. Да, то есть это работа в область культурно-массовой деятельности. Профсоюз проводит большое количество спортивных мероприятий, социальных мероприятий, как, например, мы проводим крупнейшее среди вузов такую акцию, как День донора. То есть порядка 200 студентов каждый семестр сдают кровь, помогая тем самым другим людям, которым, может быть, немножко не повезло, спасая жизни. Потому что это ответственность, которую мы в них развиваем, делать добрые дела, по большому счету. Отдавая частичку добра, ты сам становишься сильнее и добрее в этом мире. Да, ну такая гражданская позиция. Скажите, а студенты к вам обращаются в профсоюз, или, как он, профбюро, с какими-то личными проблемами? Чем-то помочь, куда-то устроиться, с жильем проблем, еще с чем-то? Вот такие есть функции? Конечно же, обращаются. Это и социальная функция нашего профбюро, это, во-первых, выплата материальных, помощь всевозможных. Помочь студентам в подготовке всевозможных каких-то мероприятий. А вот вы можете решить эту проблему, материально помочь студенту? Какой механизм? Да, мы можем решить эту проблему непосредственно за счет средств, которые предоставляет нам ВУЗ. За что мы ему очень благодарны. Студент приходит и рассказывает свою проблему. У нас существует огромное количество критериев, по которым мы выплачиваем материальную помощь. Будь то недостаток средств, то есть по финансовому положению, или свадьба, рождение ребенка. Студент приходит, рассказывает нам о своих проблемах, мы оформляем все документы, и он получает... Евгений Владимирович, а вы контролируете вот этот процесс, вы выникаете, вот это кому вы... Не только по выставленной и по социальной работе, а действительно в нашем ВУЗе большое количество социальных программ. Как сказала Елена, это и материальная помощь. Это от 6 тысяч до 25 тысяч рублей мы выплачиваем студентам, которые оказались в непростой социальном положении. Потому что наша главная задача, чтобы студент, приходя в ВУЗ, думал только об учебе, у него не оставалось время надумать, что он будет кушать вечером, будет ли он тратить деньги на здоровье. Поэтому мы стараемся максимально весь наш стипендиальный фонд, который мы можем потратить на то, что нам разрешают бюджетные показатели, тратить на поддержку студентов. Это бесплатно талонное питание, это бесплатно путевки на санаторию и профилакторию. Поэтому в ВУЗе огромное количество социальных программ, которые создались еще и в советских времен, и много мы дополнили. То есть мы на это средство не жалеем, потому что мы видим задачу, чтобы студент думал только об учебе, о науке, о общественной работе. Что касается контроля, конечно, мы контролируем, но, к большому счету, мы с профсоюзами, с нашими студенческими реакциями идем рука в руку и стараемся максимально поддержать студентов в этом направлении. Да, ну вот вы назвали несколько направлений, по которым вы работаете во внеучебной деятельности. Вот какое из них самое массовое, какое привлекает наибольшее количество студентов, как вам кажется? Я бы не хотел разделять, какое самое массовое, какое самое важное. Я бы выделил, наверное, пять направлений. Это научное направление. Наши студенты активное внимание уделяют науке, причем не просто теоретически, но прикладной. У нас работает система бизнес-инкубатора, когда мы выделяем до полумиллиона рублей нашим студентам для того, чтобы они реализовывали свои разработки, делали опытные образцы. Есть спортивный клуб политех. Мы 11 лет подряд занимаем первое место в областной спартакиаде среди вузов, не являясь спортивным вузом. Огромное количество чемпионов мира, чемпионов Европы. Это сотни студентов, которые занимаются, поддерживают тренажные университеты. Это культурно-массовая работа. У нас работает единственная лига в самом ГТУ, лига КВН, открытая лига КВН в самом ГТУ. Это общественная работа, профсоюзные организации, студенческие советы. И, конечно, военно-вольное патриотическое воспитание. Вот это многообразие позволяет нам говорить фактически о полном цикле работы с студентами. При этом, если студент придет завтра, придет ко мне и скажет, что я хочу сделать кружок по макраме, и вокруг него будет такая некритическая масса, мы тоже в этом и поможем. То есть мы не являемся костной структурой. Любые направления мы новые развиваем, новые, современные. Может, не все массы, если есть интересы на студентов. Да, вот я нашла у вас еще одно направление, которое мне казалось таким, даже не очень к вам подходящим, к техническому вузу. Духовно-просветительский центр у вас действует. Это тоже такое направление вашей работы? Да, ну я могу сказать, что мы стали вузом номер один. Впервые открылся домовой храм. Порядка десяти лет назад домовой храм в первом корпусе. И студенты не только в период сессии обращаются к Богу, но и стараются в иные аспекты общаться, приходить в домовую церковь. Потому что понятно, что церковь делает нас более добрее, более толерантнее, более терпимее друг к другу. И несколько лет назад был создан духовно-просветительский центр, где ребята могут уже в более неформальной обстановке пообщаться на духовные темы, на тему добра и зла, темы справедливости. И есть ребята, их немало, которые работают в духовно-просветительском центре, проводят экскурсии, ездят на экскурсии по святым местам в том числе. Поэтому, безусловно, мы это тоже направление поддерживаем. Да, вот такая разноплановость, это и есть ваш плюс. Вот, Елена, вы из этих направлений где себя чувствуете комфортно, где вам больше всего интересно? Больше всего, конечно, мне интересно в общественной деятельности. Ну и, конечно же, наукой я занимаюсь. Это вот те два направления, которым я отдаю свое предпочтение. И еще хотелось бы поговорить о таком трудотерапии, я бы так назвала. Участвуют ли ваши студенты в таких акциях, где они физически трудятся, что-то там делают, проявляют себя вот в таком направлении? Тем более, что вот в последнее время очень много мы говорим о субботниках, о том, что нужно очистить и город, и территории, не только принадлежащие там вузам и предприятиям, но и вот сами такие площадки. Безусловно, Татьяна, мы все являемся жителем-патриотами нашего города. И студенты политеха всегда идут в авангарде всех инициатив региональных городских властей. И мы уже несколько лет проводим традиции субботников не только на подведомственной территории, которым лежит политеха, но и на общегородских территориях. В этом году мы дополнительно убираем улицу Молдогвардейскую, Невскую, Циолковскую, Скерполь, Технический, овраг подпольщиков. Потому что, повторяю, мы живем в этом городе, и студенты с удовольствием откликаются на эту инициативу. Причем не только студенты. Могу сказать, что завтра, в прошлом году, в рамках столетия университета, был создан и отремонтирован безымянная площадь, которая сегодня называется Скерполь, Технический. И завтра руководство вуза, студенческий актив, мы лично будем участвовать в субботнике, красить деревья, брать листву. И показывать собственным примером студентам, жителям нашего города, для того, чтобы необходимо поддерживать чистоту, необходимо убираться в том доме, в котором мы живем. Кроме этого, я считаю, что это хорошая практика. Мы ежегодно наших первокурсников, нашим первокурсникам предлагаем сбор яблок. То есть, скорее, был сбор картошки, такой ежемесячный. Мы все-таки немножко более щадящий режим. Вот Лена не даст соврать, один-два раза осенью для первого курса они собирают яблоки в Жиглевских садах. И, мне кажется, отличная практика для тимбилдинга, для команды образования. Приезжают совершенно другими, более дружатся, обмениваются с сплоченными на последующие 4-5 лет. Да, Лена, скажите, пожалуйста, честно, с каким настроением студенты выходят на субботник? Вот лично вы были на субботнике, как вы собирались? Вы думали, наверное, у меня тут и научная деятельность, и общественная работа, и так далее. Вот суббота у меня для другого. Ну, я думаю, что все-таки субботник – это, во-первых, возможность провести время на свежем воздухе, потому что научная и общественная деятельность не подразумевает этого. Третий факт. Конечно же. Позитив. Ну, и я хочу сказать, что основная масса студентов все-таки относится к этому с позитивным настроением. Многие даже говорят, что это своего рода пробуждение от зимной спячки. Как-то вот субботник, он ближе к весне и придает такое какое-то весеннее настроение. Ну, и плюс ко всему, я думаю, что каждому приятно осознавать, что он вложил часть себя в то, что наш город будет лучше, чище и приятнее после зимы. И все-таки вот не кажется ли вам, что субботник – это такое устаревшее уже понятие из далекого прошлого и, может быть, из недалекого? Как можно разнообразить все-таки вот эти мероприятия? И занимаетесь ли вы этим? Или вы просто вот говорите, так выходим, убираем такую территорию и расходим? Нет, у нас как бы все на добровольной инициативе, но понятно, что мы стараемся делать более креативные, более творческие в этом процессе. Мы уже несколько лет назад устраиваем большой праздник в студенческом городке во враге подпольщиков. После субботника? После субботника, конечно. То есть у нас там находятся четыре общежития, спорткомплекс, бассейн. И понятно, что в течение апреля месяца мы убираем весь студенческий городок. В этом году убираем дополнительно еще и улицу Лукачева до врага подпольщиков по собственной инициативе. Но при этом ежегодно проводим большой праздник в студенческом городке. Мы питьем пирожки, чай выносим, делаем музыкальную программу для того, чтобы студенты чувствовали себя единой корпоративной семьей. В том числе через труд. И не только через труд. Да, ну давайте теперь посмотрим, как все это выглядело на вашем субботнике, который вы устраивали не так давно. Ну а затем продолжим разговор. У нас еще продолжается. Да, еще продолжается. Вот стоят, держа метлу. Студенты Самарского политеха вместо лекций на генеральной уборке ловят халяву. Весной не до того, чтобы забивать голову формулами и чертежами. Анастасия Трофимова считает, уборка дело полезное. А если вместо пар, еще и приятное. Это мероприятие запомнится. Пары не все запомнятся, а это, например, есть что вспомнить из студенческой жизни, разнообразие. Ловко и технично учащиеся политеха ворошат снег, убирают высохшие ветки и мусор. Светлые студенческие головы даже во время уборки думают о высших идеалах. Если каждый будет убирать за собой то место, где мы живем, то есть уже говорю конкретно студенты политеха, прилежащие территорию к нашему вузу, то есть каждый будет убирать там, где он живет, только тогда будет чистота. Именно тогда. Вот поэтому, когда я стою с лопатой и расчищаю этот снег, я думаю именно об этом. Потому что наша работа не бесполезна, что именно с таких вот мелочей, с этих субботников складывается общая картина чистого города. Преподаватели говорят, студентам политеха, чтобы убраться около корпуса, волшебный пинок не нужен, достаточно волшебного слова. Девиз нашего факультета, переводится с латыни, звучит так. Человек есть мера всех вещей. И вот не случайно, понимаете, вот мы политех, да, у нас все есть. Мы могли бы этот снег растопить каким-нибудь прибором техническим, но мы вышли и своими человеческими руками помогаем весне прийти в наш город. Чтобы навести марафет на улицах родного города, на генеральную уборку вышли около полусотни студентов. Приводить в порядок Самару после зимы жители будут до конца месяца. Вот мы в начале программы заявили такую тему воспитания, воспитательная функция, воспитательная работа. Скажите, Евгений Владимирович, действительно вы работаете, вот проводится воспитательная работа среди студентов? И как это выглядит, такая работа для молодых людей, которые уже, кажется, в чем-то состоялись, в чем-то себе нашли? Вы знаете, в свое время еще Бенджамин Спок сказал, что личность формируется до пяти лет. Да, да, тем более. После пяти лет вы все формируете. Как-то формировать. В своей работе мы воспринимаем студентов не как наших младших детей, младших детей или людям, которым можно что-то назидать. Мы рассматриваем как равнозначных партнеров, потому что в УЗИ есть два основополагающих вектора, это студенты и преподаватели. И мы рассматриваем студентов как однозначно равных партнеров, и у нас нет никакой назидательной функции насаждать или затоять что-то делать. Это касается фактически всех направлений деятельности. Поэтому мы воспринимаем воспитание как равноценное обсуждение со студентами различных концепций, общественной работы, спорт, культуры. И в этом смысле студенты как люди взрослые, как люди ответственные, потому что они выбрали высшее образование, вполне понимают и развивают наши ценности в дальнейшем. Потому что чем всегда был силен политех и отличительен, это своим патриотизмом, своей корпоративной культурой, который культивировался не вчера и не сегодня, а десятилетиями. Все-таки мы старейший вуз Самарской области, нам в прошлом году исполнилось более 100 лет. Тот дух, который был приведет в царское время, в 30-е годы индустриализации, в военное время, он до сих пор жив в студентах политех, и они это ощущают и чувствуют себя ответственными гражданами и университета, и страны, и Самарской области в целом. Да, Елена, а вы чувствуете среди студентов действительно такое патриотическое отношение к своему вузу? Вот это чувствуется или нет? Я думаю, что безусловно чувствуется. И в чем это выражается? Осознавать, что мы учимся в старейшем вузе по Волжье, который занимает не последнее место среди образовывающих вузов. И думаю, что любой студент в любом случае чувствует ответственность какую-то своего рода за то, кем он станет в жизни после того, как он выпустится из нашего вуза. Ведь, по сути, студенты – это как раз и есть лицо вуза, которое в конечном итоге его представляет где-то уже в жизни, на каких-то предприятиях у работодателей. Да, как хорошо вы сказали, что студенты – лицо вуза. Действительно, на самом деле так. Вот по студентам и судят. Ну, не только студенты, и конечный продукт – это выпускники, да. Потому что я сегодня говорю о воспоминаниях многих известных людей. Еще Пирогов говорил, что любая школа, словно, не количество их выпускников, а мы являемся крупнейшим вузом Самарской области, а их качеством. И выпускники такие фамилии, как Черномырдин, Вяхерев, президент Кыргызстана Бакиев, большое количество союзных министров, наша вице-губернатор Александр Петрович Нефедов, и предыдущий мэр Азаров, Тархов, они все были выпускниками технического университета. То есть мы готовим не только промышленную элиту, но и людей, государственной власти, скажем так. Поэтому наши выпускники – это, в том числе, тоже наш бренд. Да. А вот эта история, она где-то у вас отражена в музее? Вот эта историческая часть? Может быть, музей есть в университете, вернее, не в музее. Да, есть музей в ГТУ. В прошлом году было выпущено огромное количество книг по истории вуза, по выпускникам вуза. В первые книги была выпущена. Это действительно нужно знать. Вы называли сейчас фамилии, я себя поймала на том, что даже я не знала, что некоторые из них были выпускниками. Я редактировал лично книгу, на которой я называл «Знаменитые выпускники сам ГТУ», и для себя просто открыл, но большое количество фамилий. Я сам учил в сам ГТУ, преподавал в сам ГТУ, являюсь пректором университета. И, тем не менее, сам лично открылся огромное количество фамилий, которые, оказывается, были выпускниками сам ГТУ и ходили в стенах нашего альмаматора. Да. Я знаю, что у вас в университете есть даже телевидение. Скажите, пожалуйста, кто был инициатором его создания? И это такой корпоративный канал, либо вы как-то расширяете его деятельность? Для чего оно создано? Инициатором создания «Политех.ТВ» является наш ректор Дмитрий Евгеньевич Быков. Современный, молодой, активный ректор, который большое количество проектов поддерживает, который откликается над инициативой молодежи. И в 2010 году группа ребят творческих из культуры молодежного центра обратилась к ректору поддержать студенческое телевизие. А вы сами знаете, что это проект не дешевый. В этом году создать студенческое телевизие было вложено определенное количество средств и энергии. И сегодня «Политех.ТВ» освещает большое количество мероприятий, готовит социальные ролики, где-то критические ролики, потому что студентов без этого я не представляю. Сатиры, да? Да, совершенно верно. Филитоны, сатиры. И мы абсолютно в этом поддерживаем студентов, потому что студент должен себя чувствовать свободной птицей, скажем так, в этом плане. И где-то, может быть, мы не то что не дорабатываем, а если какие-то акценты, они нам сами помогают усовершенствовать там-то, усилить позицию там-то. Поэтому «Политех.ТВ» является тоже одним из факторов дальнейшего нашего развития. Да. Действительно, вот прогрессивные такие у вас направления. А как вам кажется, каким должен быть современный молодой человек? Вот опять же, к чему вы его будете направлять? Какими качествами он должен сегодня обладать, чтобы состояться в этой жизни, чтобы быть успешным и в жизни, самодостаточным и в профессии и так далее? Вот что нужно формировать? Вот на вашем личном опыте, как нужно добиваться целей? Потому что вы в своем относительно молодом возрасте все-таки многого уже добились. Хотя, как говорится, что молодость – это такое университет, которое проходит со временем. Да-да. И достоинство, достоинство. И все-таки, да. Сегодня модно ругать нашу молодежь, говорить, что она мало читает книг, что она не патриотична, что она безответственна. Но я думаю, что это не так. Вот. Сегодняшняя молодежь, она активна, она ответственна. Просто мы должны к ней находить какие-то новые форматы взаимодействия через пресловутый интернет, через другие коммуникации, находить к ней ключики. И, прежде всего, как мне кажется, сегодняшняя молодежь, она оценит прежде всего это уважение к себе. Вот. Если ты относишься к, разговариваешь с сегодняшней молодежью с позицией не силы, не назидательства, а с позицией равных, то и молодежь готова абсолютно откликнуться на любые здравые инициативы. Ну, а факторы современного молодого человека, мне кажется, в России, они без изменений много столетий. Да. Это любовь к Родине, это инициативность. Что касается студентов нашего политеха, то технического вуза, студентов Самарского политеха, то слава и русской инженерной школы. Вот в прошлом году мы открыли памятник российскому инженеру. Я думаю, что российские технические вузы и самарский политех, он продолжает поддерживать РНОМЭ русской инженерной школы. Потому что в сегодняшних непростых условиях импортное замещение, развитие промышленности, без инноваций, без свежей крови новых здравых и детских инженеров, как Елена, активных, красивых, молодых, научно ориентированных, нам будет очень сложно развиваться вперед. Нефти на всех не хватит, поэтому надо и перерабатывать, и добавленную стоимость дальше. Мы говорили несколько лет назад, что нефти на 40 лет, а теперь вот как-то это снижается цифра или нет? Ленка, как у вас наступить? Эта цифра, мне кажется, наоборот повышается. Я могу сказать, что на наше поколение, на поколение наших детей, наверное, даже поколение наших внуков нефти хватит. В России? Однозначно. Да, ну вот здесь и плюсы, и минусы, да, потому что мы все время стремимся уйти от этого, от иглы такой, да, нефтяной, после озвученной вами информации. Если мы этот вопрос как бы затронули, коротко отвечу, что надо рассматривать нефть, есть такое понятие, называется ресурсное проклятие, вот, или голландская болезнь, говоря языком экономиста. Я считаю, что это наше основное глобальное преимущество, но необходимо не просто нефть добывать, необходимо развивать нефть, химию, нефтепереработку, потому что основная добавленная стоимость возникает не на этапе добычи, а на этапе переработки, глубокой переработки. И то, что вот сегодня, например, мы открываем филиал в Новокубышевске, мы открываем его под водребности Новокубышевской НПЗ компании «Санерс», которой требуется тысячам молодых специалистов, которых абсолютно мы не можем подготовить, даже сегодня, потому что с помощью нашего филиала в Новокубышевске, вечернее образование, дистанционное образование, когда образование будет приближено к месту жительства, месту работы, я думаю, что мы с этой задачей справимся, потому что сегодня в Новокубышевске строится реально всероссийский нефтехимический кластер, и политех, безусловно, является одной из важных его составляющих. Да, вот это очень интересная тема, и трудоустройство, сегодня молодежь страдает от того, что не может там устроиться на работу, а здесь такое перспективное направление, и многим можно взять на заметку даже, да, что в Новокубышевский филиал. Елена, я хотела у вас спросить, к чему вы стремитесь в жизни, какие цели вы для себя ставите? Ну, я думаю, что каждый человек, наверное, в первую очередь ставит перед собой цель реализовать себя в этой жизни, и найти, конечно же, свое место, в котором он сможет реализовать себя, пригодиться как-то нашему обществу, потому что я все-таки считаю, что вот эта вот поговорка, где родился там и пригодился, она очень актуальна в наше время. И я думаю, что через несколько лет я смогу хотя бы в какой-то мере осуществить свою мечту, найти работу достойную и работать в том направлении, в котором я учусь. То есть это, соответственно, трубопроводный транспорт. Потому что сегодня, ну вот, не знаю, такие воспитательные ошибки для молодежи совершаются родителям, которые ограждают детей от чего-то, своих уже там молодых, взрослых. Вот вы с этим знакомы? Мне кажется, что добиться чего-то можно только вот ставя такие вот глобальные цели, как у вас. И нужно идти к ним, несмотря ни на что, и не нужно баловать себя, расслабляться и так далее. А вот вы своей внеучебной деятельностью действительно это делаете, когда человек занят во многих направлениях, что-то где-то у него все равно выстрелит, появится, разовьется. Действительно, да. Человек должен быть занят постоянно и каждую минуту. Как известно, лучший отдых – это просто смена рода деятельности. Когда ты чем-то все время занимаешься, ты развиваешься и развиваешь себя. Ну а что касательно выбора профессии, то я как-то никогда не сталкивалась с родительским каким-то таким строгим надзором, что вот нужно идти туда и делать что-то. Я всегда была предоставлена свободе выбора. И у меня всегда это было. Тоже на заметку родителям, что не нужно направлять своих детей, пусть они сами свое будущее, как чувствуют, выбирают. И у нас еще осталось одно направление. Вот волонтерское движение сегодня очень развито. Скажите, вот студенты вашего вуза как-то в этом участвуют в движении? У нас есть отдельный клуб волонтеров, где студенты активно участвуют как в организации, и как волонтеры спортивных мероприятий, культурных мероприятий. И при этом также в рамках 70-летия Победы, например, мы сейчас помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда нашего университета как-то убраться дома, как-то поздравить с праздником. Поэтому, безусловно, и это направление мы тоже. Вы даже этим занимаетесь? Да, причем абсолютно по инститиву студентов. Просто мы видим свою миссию где-то им помочь, организационно, где-то финансово, где-то помочь советам. Потому что сами понимаете, что волонтерская деятельность – это такая абсолютно деятельность, которая идет от души. И мы создали отдельный клуб волонтеров, который активно развивается. И студенты, кому это нравится, кто видит в этом свое предназначение второго половины дня, как мы говорим, имеют возможность себя там реализовать. Да. Елена, вот сообщение поступило к нам практически в конце эфира. Обратите внимание, с 10 до 17 лет некоторые молодые люди в этом возрасте выражаются нецензурно на улице, в общественных местах. Как вы на это обращаете внимание? Делаете ли замечания? Вот опять же о воспитательных моментах мы говорим. Вот вы, Елена, сможете сказать молодому человеку, чтобы он… Думаю, да, что те молодые люди, которые вокруг меня находятся, они при мне нецензурно не выражаются, потому что они понимают, что все-таки девушка – это девушка, и при ней нужно выражаться культурно… Да, они такие молодые люди. …и красиво в первую очередь. Ну а девушке ругаться – это уже как-то… Совсем некрасиво. …совсем некрасиво, да. Самарских болельщиков в пятницу, 24 апреля, в 6 часов в спорткомплекс «АмГТУ» прийти поддержать наших девчонок, пробиться дальше, и завевать золотые медали нашего чемпионата. Полный зал, положительные эмоции вам гарантируем. Да, ну вот так неравнодушно к баскетболу вы, наверное, сам. Я сам спортсмен, занимался спортом, но не баскетболом, профессионально. Но традиция женского баскетбола в нашем университете хорошая. Хотя бы ваш рост мог бы вам позволить. Ну спасибо большое, наше время закончилось. Спасибо за то, что рассказали о вашей деятельности. Действительно, я считаю, что это влияет на престиж вуза, как бы вы от этого не отрекались. Всего хорошего. Я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова